Например, n равняется 20, k равняется 5, а s равняется 18. То есть у нас 20 школьников, в результате отбора мы каждый раз выбираем 5 лучших, и всего 18 предметов, по которым мы производим отбор. Да? Да? Вот попробуйте, может быть вы придумаете некий алгоритм естественный, как по возможности оптимальнее выбирать школьников в команду, чтобы команда в итоге получилась как можно меньше. Может быть вы сейчас прямо сами сообразите, как оценить сверху размер команды. То есть ситуация какая? Мы же не знаем, априори мы не знаем, у нас есть 20 школьников, мы не знаем, какие именно пятерки в количестве 18 штук они вот образуют. Ясно, что эти пятерки советую пересекаются. Хитро как-то пересекаются. Вот. Но я утверждаю, что как бы они не пересекались, как бы они хитро не были расположены в этом множестве из 20 элементов, обязательно, всегда, при любом раскладе, при любом результате Олимпиады, найдется команда очень небольшого размера, гораздо меньшего, чем 20. Вот попробуйте самостоятельно придумать какую-нибудь оценку для размера этой команды, оценку сверху, чему она точно не превосходит. Всегда можно выбрать команду размера не большего, чем сколько-то. Вот сколько? Чем сколько? Ну, по-моему, не больше, чем 10. Почему 10? Ну, смотрите. 5 на 18 – это 90. Ага. Соответственно, есть школьники, которые знают по 5 предметов. Почему по 5? Потому что 20 на 4 меньше чем 90. То есть, кроме меня понимаешь, что говорится? Да. Да, принцип деревья. А? Принцип деревья, да. Точно все понимают принцип такой, да? Да, да, да. Ага. Ну, вообще, это очень правильно, да. То есть, 5 умножить на 18 – это 90, а 20 умножить на 4 – это 80. Значит, точно есть школьник по принципу деревья, который понимает лучше других хотя бы 5 предметов. Да? То есть, мы можем такого полиглота заведомо найти, потому что он больше знает, но в 5-то точно. У нас другие 13, то есть... Почему 13? А, да, 13, правильно. У нас всего 5 на 18, у нас выявили во всех Олимпиадах, по сути, 90 человек, они могут быть и равными, и одинаковыми. Ну, предположим, что у нас все дети знают максимум 4 предмета. Да, но тогда на следующих Олимпиаде у нас могло быть максимум 20 на 4 – 80, у нас есть. Хорошо, значит, да, это мы уже выясним. Нашелся человек, который знает 5. Так. Да. Давайте так зафиксируем. Человек. Первый человек, да, отлично, который знает лучше других 5 некоторых предметов. Таким образом, у нас остается 13 предметов, да? Давайте перепишем параметры, которые у нас остаются, да? 18-5 равняется 13. Сколько человек у нас осталось из множества которых мы теперь выбираем? 19. 19. Вот давайте это зафиксируем тоже. У нас осталось только 19 человек, но одного мы уже взяли в команду. Одного мы уже в команду взяли. Нет, сейчас 19. 20-1. 20-1, да. 20-1 – это 19. У нас осталось 19 человек. А теперь, наверное, мы можем сделать такой же отбор опять. Отлично, давайте сделаем. Ну, тогда у нас еще осталось 13 предметов. Ну, и того у нас из них выиграли. 13 на 5 – это 65 человек. 65, да. Да. Теперь, тогда можно... Значит, по 3 не получится, да? Если мы предположим, что 3. У нас получается 19 на 3 – 50. 57 меньше, чем 65. Значит, хотя бы один человек знает 4 предмета. Ага. Давайте второй человек, напишем. Не один человек, а второй человек. Второй человек знает 4 из оставшихся 12. Так. Давайте. У нас остается... 12 минус 4, то есть 9 предметов. 12 минус 4, то есть 9 предметов. Какая? И 12 минус 1. Теперь делаем то же самое. Ну, у нас выиграли 45 человек. Мы предположим, что... Что каждый знает хотя бы по... Так, 45, что такое 45? 45. Ну, что... А, 9 предметов, да-да-да, 45, правильно. Да. Мы выбираем 45 человек. Ага. Тогда предположим, что у нас каждый знает максимум 2 предмета. Тогда 36. Значит, хотя бы один знает 3. 3 предмета, отлично. Значит, есть третий человек в команду. Третий человек знает 3 предмета. Тогда у нас остается 9 минус 3, 6 и 18 минус 1, 17. Теперь у нас выиграли 30 человек. Предположим, что каждый знает максимум 1 предмет, но тогда у нас будет только 17 победителей максимум. А поэтому хотя бы... Да, еще есть человек, который знает хотя бы 2. Да, человек знает 2 предмета. Ага. Получается 6 минус 2, еще 4 предмета. И 17 минус 1 равно 16. Ага. Теперь у нас выиграли 20 человек, 5 на 4. У нас... И у нас опять, можно сказать, что теперь... Но, допустим... Одному не хватит, да. То есть, опять, есть человек, который знает 2. Ну, давайте вот здесь колокольчик. Да. Уже почти закончили. Пятый человек знает 2 предмета тоже. Так, 4 минус 2, получается 2 предмета. Угу. И 16 минус 1, 15. Ну, тут уже не получится найти человек, который бы знал сразу 2. Но мы можем в каждом предмете представить как максимум двумя людьми, правильно? 2 предмета. И можно еще вот эти 2, каждому подниму, еще 2 предмета. Да, да. То есть, еще 2 человек. Было 5, и еще 2, и того 7. Вообще замечательная цифра, чем 10. Ну, отлично. Отлично, спасибо. Вот такой вот простенький алгоритм, он называется, кстати, жадный алгоритм. Слышали когда-нибудь такое? Ну, да. Это жадный алгоритм. Ну, мы жадно пытаемся захапывать сразу побольше. Вообще говоря, это может быть не экономно. Вдруг мы, да, захапываем побольше, мы получим в результате неправильную оценку. Есть еще имя этой жалости. Это была задача, как у кого-то, как у кого-то, и там была таблица, и куда ближе, туда и... Ага. Да, 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 да. Ну, вот это вот в том же духе. В том же духе. Мы жадно захапываем людей, которые побольше знают. Но могло бы оказаться нехорошо. И того мы получили такой замечательный результат, что вот в этом конкретном случае, когда людей 20 отбираем лидеры лучших и 18 предметов, мы всегда, как бы ни был устроен результат Олимпиады, сможем набрать 7-0 в нашу команду. Но это в 3 раза меньше, чем общее количество приметов. Что, в общем, неплохо. А теперь я вам быстро продемонстрирую, что эта оценка почти точна. То есть шагный алгоритм при всей своей простоте оказывается еще и хороший результат дает.